всем привет дорогие друзья и это очередной выпуск в рубрике игровая кухня кошка у нас до сих пор цела несмотря на то что уже выпусков очень много сегодня мы будем делать крошку крошку кошку нет крошку картошку я не знаю как это называется но таких много всяких заведений и делают картофель печеный с разными начинками вкусными и так далее для этого нам понадобится что вы думали картофель картофель не выросла во вселенной ладно сегодня будем готовить для этого нам понадобится картошка фольга маслицо маслица маслица соль и большой салатик из ветчины сыра ветчина сыр и помидорка ну и так много в целом подожди это чеснок я не знаю это ты сюда получила так как готовить я не умею ты должна мне рассказывать что будем делать редко когда вообще муж готовит да кстати тебя не очень много времени так мы успеем говори что делать давай рассказывай да тебе ничего пока не нужно резать тебе нужно пока просто обернуть картошку фольгой вот подожди вот эту картошку да ты берешь картошку берешь фольгу отрезаешь прикольно столько фольги да подожди-ка тебе не нужно столько много да подожди посмотри вот так вот не делайте то это иди я сам вот теперь пытаемся ее так-нибудь завернуть а теперь нужно кидаться в прохожих со словами лови серебро динамит или ну не знаю это похоже знаешь на этих деда морозов которые вот продаются шоколадные вот так же можно продавать дед мороз шоколадные шоколадное яйцо открываешь а там картошка открываешь еще одно поменьше ну в общем нам надо сделать немного таких ключей я сейчас чувствую себя каким я контрабандистом делаю не очень аккуратно проще было дворчиками я заходил на уроки труда как видно это тебе не очень помогло в жизни так как у тебя сейчас муж готовит картошку а не ты и кто из нас получается не прав на самом деле все выпуски игровой кухни готовится так мы делаем вид что что-то готовим но по факту у нас уже приготовленная есть еда из мамой супермаркетом заказали по почте и в целом потом мы такие опа смотри что у нас приготовилось вау вау круто по факту мы нанимаем бабушек нанимаем бабушек а чё у тебя картошки разные они наверно будут по разному готовиться нет вот это вообще то наверно не пойдет я купил я купил огромную картофелину а у нее вот дыры да не дыры она просто гнивая оказалась да ебало супер это что это это на самом деле яблоко так я думала ты совсем псих это то же самое что есть кошмар так что нам дальше делать эй у нас скончается время это не сонина время ты расскажи что дальше делать погромче ты духовку включай как нет не так это на сколько градусов я включить на пиццу нет на 200 ну все я включил на 200 дальше там ты не включил как все сложно теперь там как теперь ждешь пока она разогреется выкладываешь картошечка куда выкладываешь туда на противень я сам смогу может вообще ничего не делать ты же все да пока да ладно пока разогревается картофель мы можем порезать салатик ну подожди духовка разогревается нет пока духовка разогревается мы можем порезать что-нибудь ну все все кто же об этом подумал обмотать солью фольгой и потом запечь духовку нет ладно нарезаем мы теперь в первую очередь берем ветчинки я не знаю сколько надо на этом вот столько ну рекламу вот столько вот столько сколько не знаю смотри какой у тебя салат будет убери камеру ну что какой ты паникер оказывается ты видела как я будто мясник шедеврально режу мммм не вкусно ничего ммм ну может нам не надо картошку дать вообще поваром быть зашибись жрешь вот что оболочки сначала чистишь еще ешь продукты которые до кухни готовятся а это вообще уже дезинфекция дезинфекция это совсем грубая ну я как дезинфицировал кухню от кошки Соня режь так ладно я нарезаю тут в принципе ничего сложного что-то ты крупно режешь да да нужно такими маленькими маленькими соломкой но я вот тут сейчас в бачках буду резать нормально где-то вот тут вот видимо прогуливала туда-то не так у нас не учили готовить на труду поварские курсы свои поварские курсы мы единственное что там готовили это пюре каждый день мы готовили пюре нет мы за целый год сколько туда ездили один раз готовили как бы это длительный процесс приготовления пюре полгода а пюре по-французски чёрт возьми ну на самом деле нас там вообще ничему не учили а просто давали переписывать учебник непонятный мне учебник ну понятно почему почему у нас нет такого ножа в форме чесака а я буду охерачивать вот потому и нет ладно это вот допустим колбаска что ты там хотела сказать про рецепт исправления салата ну смотрите как я порезал а даже если ты его уронил на пол что нужно сделать вырезать добавить майонез ты говорим добавить майонез да и любое исправление салата дерьмовый салат добавь майонез очень такой вот прям очень такой отстойный салат добавь майонез и кирьешки как минимум что надо съесть погнали дальше да смешно прям бью да вообще мне надо быть стендапер толстый стендапер я кстати не толстый да ложь в меру упитанность так а этот как режем точно таким же размером как и как я порежу маску ну нет ну ты вот смотри переворачиваю вот так вот так вот я почеши за ушко за ушко ну хотя бы ну можно было вообще конечно вдоль так ты сейчас все выдавишь конечно конечно да вообще это не важно я не люблю что ты не любишь макароны что макароны а при чем тут макароны да просто шутка я люблю макароны я не люблю резать по тебе видно макароны макароны не люблю резать помидорки потому что они ни хрена не режутся надо быть чертовым Эдвардом руки-ножницы чтобы нарезать макароны макароны что то есть что привязалось такое помидор помидоры макароны ну я думаю что у нас получается как минимум что то получается духовка на какой стадии развития духовка еще 3 минуты ну все три минуты блин она слушай а если резать попкой к верху отрезанный помидорка режется лучше ну вот видишь какой лайфхак сам для себя открыл вообще режешь первоплохо а потом уже надо режу думаете как получилась эта чудесная колбаска нет слушай вообще помидоры я не знаю кто придумал резать помидоры их не режут а что с ними вау смотри как вьюх 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 видела как надо резать это порядка да то есть нужно такое безотходное производство в смысле ты доедаешься я не доел так все надо было брать поменьше чуточку досточку досточку а досточку так берем начица сыр сыр то попроще а зачем нам сыр не резать а чеснок чеснок тоже можно на терке тоже можно на терке на терке тоже можно на терке да вот же ее достала я люблю потому что на терке можно очень быстро все делать каким язвем маленьким вот это все все в общем трюм митюшки дам 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 14 минут можно сделать ровным счетом ничего а кошка может завоевать нет кошка шшшш ну-ка все скинулись по лайку для кошки Соня они не ставят тебе лайки они не уважают тебя точно сыр это хватит наверное слышь начальник устро я уже устал твой сыр я уже ее не найду я думал потирать на супер режиме ох у нас духовка подготовилась то есть духовка разогрелась до двухста тысяч градусов двухсот до двух ста тысяч градусов звучит эпичней потому что мы человек фольга. Как делать? Как делать? Открываем и файл в зе холл! Файл в зе холл! А что значит холл? Файл в зе холл? Огонь? Файе. Ладно, друзьяки. В общем, сыра уже хватит. Дальше трем чесночок. Это мыша. Вроде вот той, которая сейчас ест сырчик. Очень давно, кстати, игровой кухни не было. А знаете почему? Потому что я, черт возьми, толстею после каждого выпуска. А на диете просто поэтому не снимаю. Не снимаю, но жру. Вот диета-то, да? Видеодиета. Что-то я сюда слишком много видео выкладываю. Нет, как толстые. Знаешь, сколько видео на канале уже? 1500. Ты попробуй просто так до 1500, да считай. 500. Я даже выговорить это не могу. Максимум, что я могу, это, ну, тысяча сто. Ну, 1500. 500? Это, ну, вообще, невыслимо, ты таки, ну, вообще. Amb. Даат. В общем, кусочками пальцев наш салат и готов. Дальше... Так. Камера на меня нет. Дальше мы собственно ждем, когда приготовиться к автошкам. Сколько? ждать сколько разная она у тебя разная одну 40 минут ну хуже не будет что на перевалить короче через час мы вернемся нормально ладно оставайтесь с нами и так мы продолжаем получается мы продолжаем дальше готовить биги мы в общем продолжаем это шапочки чтобы нас напали на планетный монстр и нам нужно достать картошечку черту шапочку я так смогу она разговаривает со мной что теперь тебе понадобится еще одна доска я слышал что не приклеилась маленькая прилипала теперь берем картошечку у нас есть варежка специально и бей ее прям да я слышал что надо бить а у нас есть скалка нет я прям об доску бей картошку да вот так переворачивай еще бить да зачем сделай из нее нормальную картошку и как бы ни в чем не бывало что серьезно надо бить да да пока пока да вот так это пюрека получается это не так сильно прям сейчас я беру в общем в общем надо делать потом нормальные картофелины после моих ударов вот она большая королева картошка королева сложно снизу все аккумулятор кончился как ты убил о боже зачем в смысле аккумулятор кончился нажми на паузу все в общем я убил картошку ты просто ее размозил ладно расскажи что делать дальше может быть в этот раз получится не так как у тебя сухо ты так сказал сухо как будто ты ругался ладно рассказывай что делать сухо сухо в общем что нам делать от слова сухой сухо да режь я пополам но не до конца как как бы делай из нее попу да да придется потерпеть ну вот что теперь делаем вилочку вилочку горячо где у нас перчатка нормальная перчатка и еще мы делаем вилочки мякоть всю расковыриваю тут она не готова а я тебе говорила что нельзя разноразмерное одно да я понял в общем плохо ты прожарилась вот это огромное потому что она умерла она не умерла ты не добытая давай маленькую возьмем давай маленькой так делаем с маленькой маленькая вроде ничего так делаем сухо как у тебя тоже не готова что за так и рябка ладно сделай что ли что хорошо дорогие друзья надо жарить дольше чуть картошку может маленькая будет получила я постигла неудача да может я сделаю не так сухо как у тебя сухо как у тебя сухо как у тебя сухо как у тебя начну маленькая вот у нас будет мини картошка которая надеюсь вот мини картошка получилось по сути у нас должно получиться вообще космос то есть у нас такая знаете мини крошка картошка реальная мини картошка мы наверное сколько надо минут получается больше часу да большую картошку больше часа короче полтора часа наверное надо жарить эту картошку ну вот смотри после того как я ее размочил что делаю дальше маслица добавляем добавляем маслица маслица желательно побольше чтобы у нас картошка была очень вкусной вот теперь что делаем перемешиваем что ли вот да это то что нужно перемешиваем вообще микро барби сайз просто перемешали одну часть другую а ты делай крупный план будто у нас огромная картошка вот в принципе все дальше что делаем заправляем салатик берем во первых супер огромную тарелку кладем на нее нашу супер огромную картошку супер огромную картошку но нам нужно и салатик перемешать ну ну там ничего у нас там в салате было у нас в салате было может майонез добавишь вот вот он боже почему он называется еж майонез называется еж 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 как доставляем майонез а что мы будем делать с той картошкой ну зачем ты так сделал вот потом пускай его после этого на кухне еще раз бомбим все испортим что мы делать будем потом с картошкой а есть да то есть мы ту большую можем еще раз поставить да дальше ладно но это будет у нее да то есть если у вас картошка провалилась пропеклась ну ёпара саты теперь нужно нам положить нашу чудесную ух ты какой то шеф картошечку салатик в принципе и салат вообще дело такое ням ням на вкус на вкус на вкус это мы добавили сделали грузинский салатик там ветчинка у нас помидорка сыр ну и в целом вот крошка картошка готова ням ням подожди не верти пусть сфокусируется ууу нямка нямка давай я попробую ну по традиции обычно ты пробуешь но ты как выглядишь я плохо выгляжу как обычно как обычно попробую это чудо я говорил рецепт то есть смотрите чтобы картошка не получилось сухой необходимо уложить много масла ну с учетом класть да кай с учетом того что у нас она маленькая картошка то вышла довольно таки неплохо хочешь попробовать ну да очень вкусно очень вкусно достаточно необходимо было еще посолить правда салатик да и так тоже лучше не досолить чем пересолить вот вот такой вот простой рецепт в принципе суть в том что нужно подбирать картошки одинаковый как это одинакового размера да одинакового размера чтобы они одновременно грубо говоря приготовились а то у нас получилось что маленькая картошечка у нас приготовилась а огромной картошечки нет это наш промах ну а в целом друзья получилось очень изумительный вообще ужин готовится просто ну лишь картошка долго ну можете я не знаю там я видел рецепты которые позволяют микроволновке ее шпарить лан дорогие друзья всем спасибо ставьте лайки готовьте вместе с нами ну и всем пока пишите в комментариях кстати что нам приготовить в следующий раз хао ну и до новых встреч пока а